С удовольствием сообщаю, что ко мне присоединился Даниил Медведев. Прежде всего, поздравляю тебя с первым полуфиналом Большого Шлема. Расскажи мне про турнир. У тебя тут были взлеты и падения, и каким-то образом ты все еще на ногах. Да, спасибо большое. Это действительно противоречивый турнир для меня. Я выиграл пять матчей, и давайте будем честны, четыре из них я должен был проиграть. Я всегда стараюсь сделать все для победы в матче, но во втором раунде меня мучили судороги. Я не думал, что выиграю. В третьем раунде тоже было тяжело справиться. Фелисиану играл в лучший теннис, который я видел в его исполнении. Все матчи были безумными, особенно сегодняшний. Мне было невероятно тяжело, но я все же выиграл, и у меня нет слов, я просто счастлив быть в полуфинале. Ты знаешь и, наверное, чувствуешь, как некомфортно другим игрокам выступать против тебя. Этот плоский бэхэнд, мяч летит в ту же самую точку, и у тебя такой немного дикий форхэнд. Хорошая первая подача, хорошая вторая подача. Ты представляешь, как некомфортно игрок вроде меня чувствовал бы себя против тебя? Если честно, я понимаю, как некомфортно играть против меня. Например, я тренируюсь во Франции против игроков из второй, третьей сотни, хороших игроков. Если я хочу их обыграть, я начинаю играться с ними, давать им такие плоские мячи, чтобы они думали, «Окей, ты мой, сейчас я выиграю очко». И они не выигрывают. Это сводит их с ума. Особенно там есть один русский парень, такой же темпераментный, как я. Он бесится. В такие моменты я понимаю, окей, вот так я и должен играть все время. Я развиваю этот стиль и надеюсь, людям он будет нравиться. Когда я был ниже в рейтинге, люди смотрели на меня и говорили, «Это ужасный стиль, так матчи выигрывать невозможно». А теперь люди говорят, что это круто с точки зрения тактики, даже называют гением. Поэтому буду продолжать играть так и развиваться. Что меня восхищает в тебе, так это то, что твоя игра дает тебе небольшое преимущество, а вот твой разум дает тебе еще более невероятное преимущество над соперником. Ты немного безумен. В хорошем смысле. Ты любишь соревноваться. Ты не переживаешь по поводу того, что толпа болеет против тебя. Ты делаешь все, что возможно для того, чтобы победить в матче. Я эту комбинацию встречал только в одном случае, против Мирослава Метчержа. И это был кошмар для меня. Что бы ты мог усовершенствовать при такой игре? Я все еще считаю, что мне есть что усовершенствовать. Это как раз то, что я пытаюсь каждый раз делать на тренировочном корте. Когда я не на турнире, мы с тренером постоянно думаем, что стоит сделать, чтобы играть лучше. Например, если говорить об этом турнире или Цинциннате, были два матча, один против Новака, второй против Кёпфера, когда мне пришлось полностью поменять игру посреди матча. Я подумал, если продолжу так играть, я легко проиграю. Я перешел на сильные удары, что я не люблю делать. Не люблю отрабатывать на тренировке. Но это приносит определенные плоды. И я очень рад, что могу выиграть матчи вот так. Последний вопрос. Твои цели. Теперь, когда ты в полуфинале, полагаю, цель выиграть турнир Большого Шлема. Но как ты видишь следующие 4-5 лет своей карьеры? Чего ты хочешь достичь? Трудно говорить о последующих 4-5 годах. Если честно, хотелось бы сохранить и усовершенствовать свой уровень игры. Моя первая цель – выигрывать каждый матч, в котором я играю. Это то, что я пытаюсь сделать. Это то, что невозможно для кого бы то ни было. И надеюсь, у меня получится выиграть настолько много матчей, насколько возможно. Отличный план. Удачи в полуфинале.